Привет, друзья! С вами Aram и сегодня у нас очень необычный формат. Всегда у нас бывает либо распаковка, либо обзор. Я рассказываю про новые инструменты, но сегодня я расскажу про инструмент, который у меня находится в арсенале уже больше полтора года. Речь идет о TC Electronic Clarity M. Данная система является автономной системой в виде анализатора, которую можно использовать в связке софтом, также можно использовать в связке с аналоговым подключением и цифровым подключением. Давайте расскажу, чем же отличается этот прибор от своих софтверных собратьев, какие у него плюсы, какие у него минусы, а также расскажу, как я его использую. На самом деле, когда вы хотите приобрести этот прибор, существуют две версии. Первая версия называется Clarity M Stereo, вторая версия называется Surround. Стерео предназначено для работы стереозвуком, Surround версия предназначена для работы с Surround звуком. Соответственно, если вы работаете только с музыкой, естественно, вам достаточно всего лишь иметь стереоверсию. Давайте посмотрим, что идет в коробке в комплектации, так я его давно уже открыл, но в любом случае давайте расскажу, что там идет в комплектации, а потом покажу, как я его использую, какие у меня настройки и для каких задач вообще предназначен этот анализатор. Ну что ж, инструмент предоставляется вот такой вот коробочке. Это стереоверсия, то есть у нас будет надпись, если у нас будет Surround версия, здесь будет надпись, Surround версия, если у нас будет стереоверсия, сверху будет надпись стереоверсия. В самом коробке идет адаптер питания, USB кабель. Устройство как работает автономно в виде аналогового подключения, а также его можно подключить с помощью USB, использовать софтверную привязку с программой и передать сигнал с помощью USB. А также у нас в коробке идет Quick Start Guide, ну более подробную информацию можно прочитать на официальном сайте. Кабель для подключения цифроаналоговых портов. С этой стороны оно подключается TC Electronic Clarity M, а здесь уже у нас соответственно входы в виде аналоговых вариантов сигнала, а также цифровой вариант сигнала. А также в комплекте предлагается вот такой вот переходник от компании Nutric, переход в АЭС разъем подключения. Я кстати к Амаре подключаю именно таким вариантом. Ну и конечно само устройство. Устройство еще имеет вот такое специальное крепление сзади, то есть она накручена в обратную сторону. Там есть специальная отверточка, вы можете перевернуть, поставить. Также его можно закрепить на разные кронштейны и так далее. В задней части у нас находится порт для подключения power-питания, порт для подключения вот этого комбинированных входов, а также аналоговых входов, оптический вход, а также подключение USB. С передней части у нас находятся шесть кнопок, самый последний из них обеспечивает за включение и выключение, а также джойстик, который помогает вам управлять внутри программы Clarity M. Ну давайте включим. Для того чтобы включить удерживаем кнопку power на несколько секунд и опускаем. Ну примерно несколько секунд занимает включение самого инструмента. Ну вот он и готов к работе. Кнопка стоп или воспроизведение. Резет самого анализатора. Переключение между режимами отображения. По умолчанию здесь предлагается, например, три варианта. Первый вариант это специальная такая спектрограмма, подобие системы TC Electronic. Это существует и в системе 6000. Отдельно анализаторы у них такие есть. Данная система позволяет вам посмотреть в промежутке, например, четырех минут, какой динамический диапазон вашего трека имеется. То есть по люфсу можно посмотреть. А также с помощью вот этой ручки вы можете зумировать, увеличивать или уменьшать отображение. В моем случае я всегда оставляю четыре минуты. Дальше нажимая на кнопку LIB мы заходим в блок пресетов. Блок пресетов изначально очень богатый. По умолчанию здесь идет огромное количество пресетов. Здесь можно переключаться между разными режимами. Например, Music Production, Film Production, Post Production для мастеринга, для каких-то вещаний и так далее. А также вот все свободные слоты, которые у нас снизу находятся, мы можем все это пересохранять под свои собственные пресеты. Например, мы можем сейчас загрузить вот этот пресет. Если мы хотим возвращаться к юзер-сохраненному пресету, находим мою папку, например, Music Production. Вот седьмой пресет, это мой собственный пресет и загружаем его. Recall. Что в моем пресете находится такого полезного? Ну, первое это спектрограмма. Второе это частотный анализатор. Здесь можно с помощью вот этого ноба посмотреть, какая частота у вас торчит, например. Это не слишком такой детализированный анализатор, но поверьте, его достаточно для того, чтобы найти какую-то проблему. Дальше у нас вектороскоп. Здесь можно увеличивать, можно уменьшать, а также возвращение системы в радар. Это системные настройки. Здесь можно настраивать различные блоки. То есть, это яркость, контраст, прогонять прошивку. И самое последнее, нажимая на кнопку Edit, мы попадаем еще в блок редакции самих пресетов. То есть, это мои настройки, которые я сделал. То есть, скорость самого радара, разрешение радара. Вот такие вот варианты отображения пикового измерителя. И вот и все. Вот этот показатель, который здесь показывает у нас значение минус 16.3, 15 сейчас, это люфс. Это значение люфса, которое имеет данный трек. Здесь показатели true пиков, loadness range, allumeter, баланс mid-side, показатель корреляции. Это тоже очень важный параметр, который нам позволяет в первую очередь посмотреть, а у нас моносовместимый микс или не моносовместимый микс. А также показатели true пиков, true пиковое значение, которое на практике и очень часто используется. Одним из часто задаваемых вопросов является то, как я сделал так, что мой логотип отображается тут. Все очень просто. Подключаем USB, подключаем к компу, заходим в системные настройки, и здесь вот есть режим подключения. То есть, здесь меняем подключение через USB, чтобы компьютер увидел его как флэш-память. Дальше заходим внутрь диска, который там отображается, и там будет и конка, файл. Там у этот файла размеры. Добавляем фотошоп и меняем свой логотип. Во время мастеринга, во время сведения вот этот мод мне очень нравится, потому что я быстро могу переключаться. Но по умолчанию у меня стоит радар, я могу переключаться между спектрограммой, быстро могу смотреть именно в вектороскоп, что показывает, а также возвращаться вот в первый режим. А также справа у нас отображаются точное значение люфс-показателя, трупика. Я могу посмотреть корреляцию всегда. Мне не нужно всегда открыть анализатор, либо иметь второй монитор для того, чтобы за этим следить. Это является очень явным плюсом этого анализатора. И покупая этот анализатор один раз, вы его включаете, и он всегда остается включенным, и вы всегда его используете. То есть, соответственно, сторонние анализаторы не нужны. Если сравнивать его с какими-то другими анализаторами, например, от компании Изотоп, Атирекс и так далее, можно смело сказать, что этот анализатор ничем не лучше и ничем не хуже. Просто еще раз повторяюсь, это автономная система, и в каких-то значениях реально она не зависит от ресурсов. Компьютера очень быстро сканирует все это, и у вас есть очень точная система для калибровки. Ну что ж, подводя итоги, можно сказать, что данная система у меня находится всегда в включенном состоянии. Когда я прослушиваю трек, либо работаю в DAF, когда делаю чек каких-то демо треков и так далее. Эта система для меня является супер необходимым, потому что это высокоточный анализ показателя FLUFS, TruePica, а также много-много разных показателей, которые в некоторых анализаторах, естественно, существуют, и можно жить без этого прибора. Но в любом случае, когда у вас автономный железный инструмент, это гораздо лучше. Отвечая на тот вопрос, можно ли жить без этого анализатора? Конечно, можно. И существует огромное количество классных анализаторов. У меня на канале есть видео топ-софтверных анализаторов, которые я использую. Можете посмотреть. А если вы хотите что-то автономное, что-то такое независимое от системы, которая не будет загружать вашу систему, будет открыта отдельно, то, естественно, этот анализатор для вас является очень хорошим решением. Подводя итоги, могу сказать, что подбирая этот инструмент, в любом случае, этот прибор никак вам не поможет свести хорошо. То есть, вы как сводили, так и будете сводить. Это всего лишь вспомогательный инструмент, в котором вы можете посмотреть некоторые показатели. Ну вот и все. Ну что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Под описанием этого видео пишите, у кого есть в наличии данный анализатор, насколько она вам нужна, и если вы не используете данный анализатор, то какие софтверные анализаторы вы используете на практике. А я обещаю, что в скором времени мы встретимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok